Для оленевских овенков, в основных кочевых оленеводных охотников, обряды и обычаи, связанные с охотой, особенно на крупных копытных, имели большое значение. Вот перед вами вставлен наш экспонат, который частично был найден, частично был найден нами, далеко, частью леса. Наш предок сделал своими руками вот такой идол, вот такое челопокодомное лицо, из сильного ствола дерева. Вот нервный час был расщеплен, и как будто создает свою арку. И здесь вот тоже переколание, своеобразное переколание, это символизирует руки. Здесь закреплена петлица, а с левой стороны это маленький идол, дерево. Это помощник, вот это большой идол, и кельтегайкеляни, вот это маленький, бесничий охотой. Вот такой, так называется, магический сценаряд для обряда щечения. Наш предок, если охота не идет, или перед началом охоты, охочного сезона, он таким образом делает, устанавливает вот такой свой магический сценаряд. И, взяв орудие охоты, заходит за этот чечебкан, который называется чечебкан, идол, и на полкорточка должен выйти через этот проход, через эту лазейку. И выйдет, сразу закрывает свой выход с этим маленьким идолом, так называемый Сардогнох Семикей, Семикейщукой. Тогда вся нечисть, вся, что его мешает, остается за этим чечебканом, идолом. И он отсюда выходит обновленный, очищенный. И орудие охоты тоже готовы к новому, сезон охоты, к новой охоте. Вот таким образом он производит через этот магический сценаряд, как называется, вот этот через магический идол, свой обряд, очищение. Выйдя из этого чечебкана, он разводит костёр и проводит обряд кормления огня и гадание на лопаточной кости. Вот это называется долг. Здесь, взяв из костра красный уголь, устроит здесь, и потом сбрасывает, и потом льёт водой. То есть, тогда, получается, втрескается. И это, так называемая, здесь вырисовывается дорога Баяная, или семякей-сула, цинкэн-сула, называется, дорога цинкэна, Баяная. Это как будто показывает, в какую сторону надо идти, и шаман, или сам старый опытный охотник, на кого он смотрит, и по этим трещинам он говорит, будет ли удачная охота или неудачная охота. Вот это называется гадание лопатчей кости для получения охотничьей удачи. Гадание лопатчей кости